Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 18 июня. Сегодня открыла утром комментарии и столько вопросов про огурцы, про выращивание огурцов. Оказалось, это самая актуальная тема. Вот наиболее частые, которые часто спрашивают, выписала. Буду сейчас давать видео ответы на ваши вопросы. И первый вопрос. Раиса Блюм пишет. Какие нужно удалять крупные, самые нижние листья огурцов? Но я, во-первых, и не совсем поняла вопроса, но как поняла, сейчас объясню. Вот сейчас возьму камеру в рубки, потому что тут я не стала там писать, так сказать, печатать ответ. Тут пока не покажешь, ничего не поймешь. Нужно смотреть. Сейчас буду отвечать на этот вопрос. Но, к сожалению, Раиса не объяснила, почему она крупные, нижние листья огурцов хочет удалять. Чем они ей не угодили? Может быть, они пожелтели? Может быть, их слишком много? Вот здесь мне сложно пробраться. Мы сейчас пойдем там, где в один ряд растут огурцы. Потому что в огуречной арке, если я что-то хочу рассказать и показать, тут пока проберешься туда, куда нужно, короче, плохо видно. Сейчас туда пойдем в другое место. У меня до этого уже были вопросы, спрашивали люди, не удаляете ли вы листья? Вот, например, так, внизу эти огурцы поспели, я их сняла. И кто-то после того, как срывает огурцы нижние, они вместе с ними удаляют листья. Но это может быть у тех, у кого там уже внизу нет огурцов, они удаляют. Я вообще листья просто так, без причины, не удаляю. Потому что я считаю, что все-таки вот в листьях какой-то, как сказать, здоровье, все-таки вот эти, и весь фотосинтез, и вот это приготовление всех питательных веществ у нас проходит в листьях. Я не удаляю листья, пока они зеленые, пока они здоровые. Вот, к сожалению, Раиса написала, крупные нижние листья. А какие они, здоровые или пожелтевшие, она не уточнила. Я сразу скажу, что я нижние листья, вот у меня когда спрашивали, вот вы обрываете огурцы внизу, а нижние листья вы не убираете. Я не убираю нижние листья, потому что у меня же здесь еще пасынки, и на пасынках, вот они они, завязи, которым эти огурцы еще нужны, они еще поработают. Но я убираю листья нижние, когда они уже совсем старые и делаются желтыми, и делаются такими, как бы, ну, которые уже, я вижу, что от них мало пользы. Вот здесь у меня нет таких листьев, которые бы вот посмотрел и сказал бы, ой, да что с него толку, его можно отщипнуть. И тут еще у меня, ну как, они довольно-таки молодые, но я сейчас пройду опять, вот проползем в ту, там где арка, и там в самом-самом низу, вот в этой бочке, куда совсем не поступает свет, там есть листья, которые желтые и которые старые, но они не крупные. Их я удаляю. Вот как я не хотела туда в глубину лезть, все равно придется для примера, для удаления листьев, листья туда, вот смотрите, ой, подождите, сразу сейчас сорву, пока тут лазило как раз два старичка, нашла огурца, я их вчера пропустила. Я сейчас покажу, какие я удаляю листья. Вот видите, вот там в самом-самом-самом низу, в бочке, вот один желтый лист, он был первый, я даже не вижу, видно вам или нет сейчас. Вот там, вот этот желтый лист и вот этот желтый лист, два желтых листа. Вот их я могу дотянуться и удалить, потому что от них толку уже нет. Но они, скорее всего, уже отработали свое, и они в самом-самом низу, и в этой бочке, когда я их высадила рассаду, оно как бы в углубление, там было мало солнечного света, и они и по возрасту, и по старости, и, скорее всего, по недостатку вот этого солнечного света, они у меня пожелтели. Вот только их я удалю. Остальные листья здесь, хоть им и мало солнца попадает, но это потому, что тут, видите, такое сооружение, вот эта арка огуречная, в основном листья работают, которые там, наверху, на свету, и если подвести итог вот всей этой, как к теме, я удаляю листья, только те, которые уже отработали, и которые, что я вижу, не могут принести растению пользу. Остальные у меня все работают, и вы видите, что здесь даже внизу, вот сейчас залезла их и не видела, тут столько огурцов, столько завязей, одни какие-то большие, какие-то вот, ой, какие-то поменьше. Тут вот вообще пучками уже пошли, это потому, что разные сорта. Все они питаются с листьев, и хорошие зеленые листья, даже нижние, я не удаляю. Но, может быть, у вас ситуация, вот я имею в виду Раису, что их очень много, и они им очень тесно, тогда можно проредить? Тогда берете самый плохо выглядящий, самый нижний лист, который не на солнце, и у которого, скорее всего, снижен в нем фотосинтез.